Тема «Семь громов говорят. Нам нужно слышать». Мы собрались все вместе во имя Иисуса. И мы все такие разные, но мы все можем согласиться с тем, что в Писании нам нужно разглядывать Иисуса Христа, разглядывать Его волю. А это мы можем делать только Духом и через Духа Святого. Мы ждём позднего дождя. Ранний дождь Духа Святого — это ключ Давидов, дан был ученикам в Первой Церкви. Дух Святой был с ними, а потом и в них. В книге Откровения теперь нам дан ключ Давидов. Это особое помазание Духа Святого, особенное Его присутствие и особый свет. Этот особый дар для последнего времени и событий, которые Господь хочет, чтобы мы увидели и услышали. То есть Он нас предупреждает, Он нам открывает. Помазание слова «масло» означает, как масло, прообраз Духа Святого. Когда Дух Святой излился на учеников в день Пятидесятницы, они уразумели всё Писание. Они стали пророчествовать. У них был дар пророческий — видеть глубины Божьи и глубины человеческие. Это есть ключ, который дал Иисус и Бог. Он дал Святой Дух как особое Его присутствие, особая Его сила. Господь говорит нам, чтобы мы ревновали о даре пророческом. Ключ Давидов — это особенный дар Духа Святого, особенное помазание и сила видеть Господа, видеть глубины Его и понимать Его. И вот прочитаем Амоса. Амос 3.7 «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам». И разобрав каждое слово в прошлой теме, хочу сейчас просто как вывод прочитать с расширенным пониманием слов. Итак, другими словами Амоса 3.7 «Да, истина, Господь Бог Адонай, Господь Владыка, Вседержитель и Егова, Господь Сущий собрание, ничего не делает, не производит, не приготовляет, не совершает, не исполняет, не занимается, не работает, не сжимает, не делает, не устраивает, не делает слово из речения, не делает святилище, не говорит слово, не делает моровую язву, не делает пастбище, не делает пустыню, не открыв Своей, не обнажив, пока не станет открытым, известным, тайны, близком общении, в тёплой беседе, в кругу друзей, умысел по направлению к слугам, подданным, подвластным, к пророкам, чтобы пророчествовать, говорить пророчество». Вот так звучит широко это слово. Восьмой стих. «Лев начал рыкать. Кто не содрогнётся? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать?» Другими словами звучит так. «Лев, воин, начал рыкать, реветь, греметь о громе. Кто не содрогнётся? Быть страшным, грозным или ужасным, внушающим страх и благоговение. Господь Бог Адонай, Господь Владыка Вседержитель и Еговы, Господь Сущий сказал, начал говорить, разговаривать, беседовать. Кто не будет пророчествовать?» То есть быть в пророческом экстазе, эйфории, радости, бредить, безумствовать, вести себя странно. Эти слова нам показывают, что это необычное состояние. И эти слова взяты из Библии, толкования, древних слов. Это означает пророчествовать. Итак, Господь показывает нам, если лев, воин, начал рыкать, реветь, греметь о громе, то кто не содрогнётся? И если такой Бог начинает говорить, беседовать, кто не будет пророчествовать? Радость — это эйфория, состояние необычное, такое, что в этот момент нет ничего другого, что бы могло отвлечь. Бог прежде находится в радости. Когда мы переживаем то, что Бог переживает, это приносит Ему счастье, радость. И тогда состояние радости и счастья наполняет нас. Всё приходит через Духа Святого и пророческий дар, о котором нужно ревновать, о котором написано 1 Коринфянам 14.1. Даниила 12.4. Читаем. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают её и умножатся в ведении. Даниилу сказано. Сокрой, что говорит, говорили семь громов, и не пишись его. Откровение 10.1.4. Читаем. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облечённого облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка, раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пишись его». Господь желает, чтобы все имели пророческий дар. Он не ограничивает. Те, кто ревностно хотят, тем дан будет. Он это желание показывает в Писании. Исайя 29, с 9 по 15 стих читаем. «Изумляйтесь», то есть быть пораженными неожиданностью, и дивитесь. «Они ослепили других, играли, ласкали, услаждали, утешали, и сами ослепли». То есть быть ласкаемым или утешенным, ослеплять себя, услаждать, утешаться. «Они пьяны, но не от вина. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Трясутся, колеблются, дрожат. Дрожат изгнанные или бродяги. Скитаются, потрясённые или встряхиваемые». Это вот означает слово «шатаются». «Ибо навёл на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл», то есть утаивает, быть покрытым, ваши головы, прозорливцы. Быть покрытым — это нет откровений, утаяно Богом. Книга «Откровение» означает снятие покрывала. И Римлянам 11.8 также написано это слово. «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которые не слышат, даже до сего дня». Это нас опять переносит в книгу «Откровение» в послании Ладыкийской Церкви в 3 главе. Итак, в Исаии, что написано, это описывается наше время так же, как и прошлое, так и до сего дня. И 11 стих. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай её». И тот отвечает, «Не могу». То есть не могу знать, не могу узнавать, не познал, не могу открыть, не могу открыться, не познанный, не вразумляемый, не наученный, потому что она запечатана. 12 стих. «И передают книгу тому, кто читать не умеет». И говорят, «Прочитай её». И тот отвечает, «Я не умею читать». Откровение 5.1. Это ссылка. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и вот вне запечатанную семью печатями». Здесь прямо опять переносится на книгу Откровения, на наше время. То есть передают книгу, и никто не может её прочитать. Она закрыта. А почему закрыта? А потому что слепы, слепые и глухие, потому что пьяные. И дальше, выше мы читали, что ослепили других, то есть играли, ласкали, услаждали, утешали и были сами ласкаемыми, утешенными, ослеплёнными, услаждёнными, утешёнными. Серьёзное состояние. И вот Господь кричит уже. 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». И тоже написано в Матфея 15, 8, 9. То есть люди приближаются, они в собраниях, они в общениях, да, устами чтут его, говорят красивые слова, чтут Господа. А сердце же их далеко отстоит. А Господу нужно сердце. Он хочет в само сердце войти, в святое святых. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То есть это совсем учеловеченное всё. То есть нету духовного, не открытых очи сердца. 14 стих. «То вот я ещё необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Горе тем, кто думают скрыться в глубину». Вот это скрыться в глубину, это вот во мраке быть. Это сердце чёрствое. Откровение 10, 7, 11. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошёл к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь её, она будет горька в очреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд». «И взял я книжку из руки ангела и съел её, и она в устах моих была сладка, как мёд. Когда же съел её, то горько стало в очреве моём». И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Итак, пророк услышал голос, и голос стал говорить со мной, и опять стал говорить со мной, то есть ангел Божий стал говорить со мной и сказал, «Пойди и возьми раскрытую книжку». Это та книжка, которая была запечатана. Пришло время, когда эта книжка раскрывается, и её нужно съесть. И очень сладко кушать, когда вот мы так размышляем, когда нам открывается, когда какое-то что-то новое открывается, какие-то тайны, которые мы не знали. И нам так это сладко. Но когда начинает всё исполняться, тогда горечь, когда мы видим себя в этом, горько становится. Но у Господа есть весть особенная, и Он говорит, что опять надлежит пророчество, опять надлежит говорить то, что сокрыто. То, что было сокрыто ранее, для нашего времени Господь открывает. И кто это сможет уразуметь? И Господь даёт нам надежду на будущее. Продолжение Исаия 29. с 18 стиха. «В тот день глухие услышат слова из свитка, прозреют слепые от тьмы и мрака, станут обозревать, рассматривать». Я соединила ещё с местом Писания Иова 12.22. «Господь открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную». Иными словами Иова 12.22 можно сказать «Господь Бог обнажает и становится открытой глубина и даже глубь непроницаемого сердца и из среды густой тьмы мрака выводит, извлекает росток на свет из семени». Вот так Господь сделает, что в тот день глухие услышат слова из свитка, прозреют слепые от тьмы мрака. И 19 стих «Угнетённые будут черпать в Господе радость». Вот она радость неприходящую. Обездоленные возликуют о святом Боге Израиля. 23. «Когда они увидят детей своих, которых я дам им, они будут свято чтить имя моё, свято чтить святого Бога Иакова благоговеть пред Богом Израиля». Господь сделает так, что народ будет благоговеть. 24. «Умы колеблющиеся, блуждающие духом, обретут, познают мудрость Божью, разумение, понимание, и тот, кто прежде роптал, то есть непокорный, научится послушанию». Между звуком 6 и 7 труп, промежуточное видение, состоящее из двух эпизодов. Это вот эти откровения, эти местописания, которые мы сейчас читали. Оно касается роли народа Божия и его пророческого свидетельства во время испытаний. Итак, Иоанн слышит пророчество, и ему поручено возвестить о нём. А второй эпизод с 11 главы изображает историю двух Божьих свидетелей и события, развивающихся вокруг них. То есть это происходит между звуком 6 и 7 труп. Исайя 22, 22 по 25 стих. И возложу я ключ дома Давидова на плечо его. И он отопрёт, и никто не запрёт, и он запрёт, и никто не отопрёт. И вобью я его, словно колышек, в прочное место, и будет он престолом славы для дома отца своего. и навесят на него всю славу дома отца его, потомков и отпрысков, всю мелкую утварь, от чаш дорогих до простых кувшинов. В тот день, говорит Господь, цаваот, расшатается колышек, вбитый в прочное место, и будет выбит, и выпадет, и пропадёт груз, который был на нём, ибо так сказал Господь. И если мы разберём отдельные слова, то слово ключ означает открывание, открывать, отверстие, откровение, отопрёт, открывать, отворять, раскрывать, быть открытым, открываться, быть освобождённым, развязывать, рассёдлывать, бороздить, вырезать по дереву или по камню, развязываться. Однокоренные ключ, открывание, открывать, «Отверстие, откровение, обнажённый меч, открывание широкой одеяния». Вот интересно, в прошлый раз я делилась откровением по песне «Песней», где жених стоит за дверью, и рука его в отверстие дверном. И невеста, она исполнилась Духа Святого, когда означает «откровение получающее». То есть она откровение получает. И когда она получила это откровение, что жених её и рука его в скважине двери, она встала, то есть до этого, видно, она спала. И с рукой её капало мира. Это означает пророчество. Вот такая интересная картина. И смотрите, здесь всё. Интересная картина то, что дверь, описанная в книге «Откровение» и в «Песне песней», тоже жених стоит стучиться, и тоже невеста очень любит жениха. И дверь тоже закрытая. И пророчествует она, исполняется Духом Святым. И любит очень жениха, но дверь заперта. И её нужно открыть. Если там есть отверстие, то ключом. И я делилась, что ключ — это есть ключ от нашей двери. Это наш Дух, человеческий Дух. И вот здесь, смотрите, ключ, я когда стала разбирать это слово, это означает открывание, открывать, отверстие, откровение. Конечно же, нам открывает этот Дух Святой. И следующее слово — запрет. Закрывать, запирать, заключать, сотворять, быть закрытым, быть заключённым или запертым. Запираться, закрываться и клетка. Мы знаем по Писанию, что развязывать и связывать, вот закрывать, то есть запирать, заключать, заключённым, быть заключённым, запирать, затворять и однокоренную клетку. Это всё относится к сатане. Господь связывает, связал его и ещё свяжет и дал эти ключи от Царства Небесного, чтобы принявшие Иисуса Христа и собрания имели откровение на небе, то есть видеть, что связывать и что развязывать. Итак, когда Иисус сатану связывал, то люди были развязаны. Поэтому всё, что касаемо запрета, клетка, то, что связывать, это относится к сатане. А вот откровение, развязывать, знать тайны, знать тайны Божьи, тайны человеческие Духом Святым, знать так, как это на небе, это всё дар Божий. Это вот нам дан ключ. Исайя 22, 22. «И вложу я ключ дома Давидова на плечо его, и он отопрёт, и никто не запрёт, и он запрёт, и никто не отопрёт. И вобью я его, словно колышек, в прочное место, и будет он престолом славы для дома отца своего. И навесят на него всю славу дома отца его, потомков и отпрысков, всю мелкую утварь, от чаш дорогих до простых кувшинов. В тот день, говорит Господь Саваот, расшатается колышек, вбитый в прочное место, и будет выбит, и выпадет, и пропадёт груз, который был на нём. Ибо так сказал Господь». Итак, ключ мы разобрали, запрет, тоже что означает слово, и слово «прочное место». «Воспитатель, нянька, быть верным, надёжным, быть твёрдым, непоколебимым, находиться под уходом или надсмотром, верить, доверять». И теперь Исаия 22, с 22 по 25, можно увидеть для нашего времени и иными словами сказать, что Господь открыл народу своему, освети. Итак, в Исаии 22 можно увидеть для нашего времени, что Господь открыл народу своему, осветилище на небе, что Иисус вошёл в святое святых, открыл славу свою народу, то есть откровение о его характере, о его именах. Он освободил его, народ свой. Этот народ, как колышек, гвоздь, вобьёт в прочное место, то есть Господь будет воспитателем, нянькой, верным, надёжным, твёрдым, непоколебимым для них. Но народ предпочтёт славу человеческую, свои правила на правила, навешивает свою праведность, свою славу, расшатается колышек, и будет выбит, и пропадёт слава человеческая. Господь, святый и истинный, даёт ключ тем, которые хранят Слово. В Откровении 3, 7 тот же ключ Давидов, который дан был народу Божьему в древности и дан тем, которые хранят Слово Его в наше время. Итак, нам дан ключ Давидов. Слово открывается, открывается сердце Бога. Господь сделает этот народ, которым дан ключ, столпом в храме Бога, и он уже не выйдет вон. Это запечатлённые 144 тысячи, и напишет на них имя Бога и имя Града Бога Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и имя новое. Элина Уайт, цитата, «Христос побеждающий». Книги Даниила и Откровения составляют одно целое. Одна содержит пророчество, другая — откровение. Первая является запечатанной книгой, вторая — открытой. Особый свет, данный Иоанну в голосе 7 граммов, представляет собой описание событий, которые произойдут во время проповеди первой и второй ангельских вестей. Бог определил, что первая и вторая ангельские вести будут провозглашены, но никакой новый свет не откроется до тех пор, пока эти вести не совершат предназначенной им работы. И Откровение 4, 5. «И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть — семь духов Божьих». Итак, мы видим, что открытая книга — это особый свет, данный в голосе 7 граммов. Выше мы читали, что Иисус, как лев, стал рыкать, да? И от этого 7 громов стали говорить. То есть если лев, если воин зарычал, то есть начал беседу, то кто не станет пророчеством? И эти тайны, которые Бог открывает, описания событий произойдут во время проповеди первой и второй ангельских вестей. Какой же свет Господь нам сейчас открывает? Особый свет. Что нам сейчас говорят громы? Что нам сейчас говорит Дух Святой? О третьей ангельской вести. Это откровение о праведности по вере. Оно должно быть не просто словом таким, который «да, я его знаю», а именно откровением, ключом, этим голосом, который из глубины сердца идёт Господа. Он хочет, чтобы его народ и мир имел дар пророческий, чтобы видеть сердце Господа, чтобы видеть, что на небе, знать его волю и провозглашать её, говорить её. Итак, если лев начал рыкать, то кто не станет пророчеством? Если громы говорят, если особый свет нам открыт, то кто не станет пророчеством? Поэтому эта весть, она открывает глаза слепым и уши глухим. Этот особый свет — это яркий свет, который полностью открывает нам Бога. И мы в Писании рассматриваем и начинаем видеть его везде и его глубину. И это может делать каждый, кто жаждет, каждый, кто откроет своё сердце для Господа, для вести. И как Давид говорит в псалмах, что когда он унывает, то есть когда он смиряется до самой глубины и взывает Господу, поднимает свой взор на небо, как бездна бездну призывает, то все дожди, все источники проходят над его головой. Вот когда мы в полном смирении так низко склонимся в Духе, понимая, что мы ничего ещё не знаем, что это значит? Это значит знать Знание, а откровение, откровение иметь — это то состояние радости, счастья, то состояние, которое приносит вот это полное удовлетворение даже в самых страшных ситуациях в жизни. Оно приносит полную радость и полноту, то, что ты знаешь, что Бог в тебе, а Он радуется, что ты в Нём. И вот эта радость Его, она передаётся нам. То есть радость в Господе — сила моя. Когда Господь радуется о тебе, когда Господь радуется о собрании, это сила наша, это сила моя. И только вот Дух Божий через наш Дух открывает нам глубины Божьи. И вот это открывает, это вот этот ключ Давида, который нам дан. Полнота открытия, то есть всё откроется. И наконец-то придёт всему злу конец. И наконец-то Господь станет царствовать и господствовать. И как начал Он формировать царственное священство, начиная, когда Он дал ключ Давидов, так и в Филадельфийской церкви Он полностью сформировывает царственное священство. Тех, которых Он сохранит от годины искушения, сохранит от смерти. А это те, которые хранят Его Слово. А как мы будем хранить Его Слово? Только когда оно в нас, как откровение, когда оно становится нашей частью. Ну и как мы ещё привыкли говорить, прорастает в нас это Слово, как семя. И оно обязательно даст плод, потому что поздний дождь, вот эти источники вот, когда бездна бездну призывает, когда из глубины нашего смирения до глубины Его высоты, Его сердца Божьего, нам откроется полнота Его. Тогда мы будем здесь на земле, как и на небе. Мы будем пришельцами, мы будем ходить, и понимая, что мы здесь пришельцы, потому что наше всё сердце, оно там, а Его всё сердце в нас, храм Его в нашем сердце, в святое святых, вернее, в храме в нашем, в святом святых, там Он, там Он должен быть, туда войти, во святое святых, самую глубину нашего Духа, нашего сердца. И когда Он проговорит, то мы не сможем не пророчествовать, мы не сможем не слышать, и мы не сможем не видеть. Поэтому это сила Его, сила Любви, ту, которую Он хочет излить на нас. Нам нужно принять, знать о ней, желать её, жаждать, и открыть свой Дух, открыть своё сердце, то есть взывать, бездну бездну призывать, жаждать, ревновать, о даре пророческом Господь говорит. Потому что дар пророческий, он открывает сердце Бога. То есть ты видишь сердце Бога, ты видишь. Не тебе говорят, да, аминь, мы должны друг другу говорить, но когда это, что тебе скажут, или что ты прочитаешь, станет твоим откровением, твоей частью, о которой ты никогда не забудешь. И так радуйся в Господе, когда Господь радуется о нас, когда Он видит, как мы жаждем, и Он лично каждому. Это же Бог! Это же показывает Его Бога. Так никто не может, чтобы с нами, с каждым, каждому в сердце, Он хочет войти и царствовать. Там, на престоле сидеть, как и на небе во Святом Святых, так и у нас в сердце. Если мы с Ним туда вошли, то и Он должен войти в наше сердце. Вот тогда и сглаживание и будет. Совершится то Слово, которое Он послал. И громы, семь громов, они проговорили и проговорят особый свет для трёхангельской вести, для последней вести, о той вести, которая нас соединит с Иисусом, с Богом навсегда. Слава Господу! Во имя Иисуса Христа! Аминь! 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 Аминь!